На этом ноутбуке она включена прямо при режиме онлайн. Мы видим, собственно говоря, карту. Сейчас она видна тоже и на большом экране. На этой карте отмечены, соответственно, точки, где фиксируются изменения лесного покрова. Система новая в России. Единственная. Тестирует ее только два года. С 1 июля заработает официально. Задача простая. С помощью анализа космических снимков отследить черных лесорубов, пресечь их деятельность и наладить работу с арендаторами лесного фонда. Если же оператор видит, что, например, граница лесонарушения, установленная системой, выходит за границу лесной декларации, либо за границу аренды, либо на этой территории вообще нет никаких аренд, этот сигнал нуждается в проверке. На обработку данных требуется две недели. Вся информация в свободном доступе. Сигналы поступают на диспетчерские пункты, а также на мобильные приложения лесников, после чего рабочая бригада выдвигается на место так называемого ЧП. В первую очередь система Кедр заработает в Дальнереченском и Рощинском лесничествах. При удачном опыте, практике будут созданы, возможно, еще следующие группы, если это все докажет свою эффективность и возымеет эффект на незаконные рубки, то в дальнейшем мобильные группы могут быть созданы не только на базе департамента лесного хозяйства, но и на подведомственных учреждениях. По данным Всемирного фонда «Дикая природа», около половины объема твердолиственных пород, дуба и ясеня в Приморском крае заготавливается незаконно сверхофициально разрешенных объемов. Такую статистику подтверждает и система Кедр. Анализ тестовых снимков показал, в 80% случаев 52 из них связаны с нелегальными рубками. Спрос на дальневосточные леса колоссальный, цена продукта впечатляет. Только за один лесовоз прицепом дают больше 700 тысяч рублей. Что касается информационной системы Кедр, то необходимо подчеркнуть, что для Приморского края это первое приобретение современного высокотехнологичного продукта, инструмента управления лесным фондом. В системе используется алгоритм автоматического выявления нарушения лесного покрова на основе рекуррентных нейронных сетей, система принятия решений на основе машинного интеллекта. По словам специалистов, система обнаруживает даже небольшую выборочную рубку в кедрово-широколиственных лесах размером с трехкомнатную квартиру и в отдельных случаях рубку единичных деревьев. В будущем к работе спутников планируют подключить и беспилотные летательные аппараты. Валерий Белоус, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом.